привет друзья значит еще раз она же скуту от компании reptilian значит это практически полная версия махас баланса вот отличие только вот в этом углублении и в цене на хас гораздо дороже то есть более бюджетная версия с прекрасной механикой железка меня вполне устраивает 9 cr18 и ножчик очень легкий для лета вообще это что надо вот значит также для олег иванов спрашивал значит насколько удобный флип при маленьком таком плавнике значит к флипу надо привыкать и действительно ну то есть за счет хорошей механики он выбрасывается очень неплохо но если человек непривычный толкнуть не сильно видите то то есть если слегка толкнуть то до конца он не выбросится то есть флип у нас не пушечный но также вы можете выбросить его как видим по поводу еще раз по поводу механики за счет механики все равно флип то есть он флипует очень неплохо значит можно даже зовут за это псевдо отверстие не только его открыть но и выстрелить давайте попробуем снизу вот видите принципе можно снизу выбросить и встряхивать то есть берем вот таким то образом и нож открывается механика отличная при этом ножка очень легкий за счет этого он мне очень понравился и в общем то такая форма очень приятная значит по поводу лезвия еще я не люблю темные покрытия просто не люблю особенно но не особенно всякие краски вообще терпеть не могу а black stone wash это интересно но чем там китайцы его делают это в общем тоже вопрос поэтому изначально я немного его решил почистить что он стал более светлым но увлекся и нож стал практически полированным смотрите фотографии каким он вышел москвичем он Вот, далее, значит, после, как видели, вскрылась не очень, так скажем, достаточно грубая обработка лезвия под Blackstone Wash. Это, значит, такие сильные риски, такие царапины, вот, и вот этот логотип тоже, он отвлекал внимание от этого псевдоотверстия. Вот, и, значит, хороший человек сделал мне на него пескоструйное покрытие, хотя это не покрытие, пескоструй это, почему-то я был уверен, что пескоструй это покрытие. На самом деле, пескоструй это обработка, это лезвие бьется очень мелким песком, и в результате получается равномерное такое вот матовое покрытие. Плюс к этому еще, как видите, этот логотип красивый, хотя, мне кажется, он не очень красивый. Вот, ну, в общем, логотип стал еле виден, и внимание вернулось вот к этому, точнее, оно теперь, вот это псевдооткрытие, оно, псевдоотверстие, оно на себя забирает как раз внимание. Вот, что, на мой взгляд, очень правильно, потому что отверстие такое интересное, оно симпатичное такое вполне, такие вот углубления. И вот в таком вот виде, мне кажется, нож более гармоничен. Каждому, конечно, каждый сам решает, как ему нравится. Вот, я его заточил на 25 градусов, нож заточен где-то на градусов на 27, на 30, с одной стороны, по-моему, 27, где-то 28, а с другой стороны, где-то 30 градусов. То есть, в принципе, точится вполне легко. Вот, сведение нормальное, и люфтов не наблюдается при очень мягком ходе, что очень приятно, поэтому, плюс еще небольшой вес, и клипсы, кстати, с Blackstone Bosch, это то, что надо, на штанах она особо, вообще, такая, особо не привлекает внимания. Вот, и нож, в общем, стал частенько бывать у меня на кармане, он мне для летних брюк и для шорт очень даже ничего. Вот, надеюсь, вы смогли сложить о нем свое мнение, и, надеюсь, было интересно посмотреть на версию Scutum с пескоструйным покрытием, точнее, с пескоструйной обработкой.